Смотрите. Деньги. Деньги это просто слово. Это абстрактная вещь. Для нашего мозга это абстрактная вещь. Внимание, вдумайтесь, пожалуйста. Ваш мозг, вот сколько вам лет, ваш мозг все это время сидит там внутри, в черепной коробке, в темноте. Он никогда не трогал денег. Он никогда их не нюхал. Даже то, что вы видите и нюхаете и слышите, до мозга доходит в виде электричества. И тогда, друзья, когда, внимание, он не знает, что такое деньги, но в жизни каждого из вас, в жизни каждого из вас когда-то был момент, когда ваш мозг не знал, что такое деньги. То есть у него не было знания, у него не было опыта. Ну, например, дети до 5-6 лет вообще не имеют абстрактно-логического мышления, поэтому оно к этому возрасту только развивается. И в этом смысле такие абстрактные понятия, как деньги, совесть и так далее, для них недоступны. В большинстве своем слова могут знать, что-то понимать, но у них нет вот этого, не уложено. Но в какой-то момент деньги все равно в вашей жизни появляются. И что делает мозг? Напоминаю, он все это время, до этого времени сидит там внутри в темноте, и он, в общем-то, к нему поступает новая информация. Десять минут и залипнешь до конца, залипает. Вот, и получается, что к нему пришла новая информация. В мозг пришла новая информация, новые электрические импульсы, и мозг такой сидит, «Господи, а это вообще что? К этому как относиться? Это как что?» Все новое должно быть им классифицировано, он должен понять, что это. И тогда что делает мозг, когда впервые знакомится с деньгами? Он так отворачивается назад, смотрит в свою библиотеку опыта, и смотрит, «Господи, куда это, на какую-то полку это положить?» Куда это деть? И он определяет деньги в зависимости от того, какая входящая информация с ними поступает. Нету для него абсолютного понятия денег, у него просто есть у вашего мозга прошлый опыт, на который, на какую-то полочку из этого опыта там надо где-то... Вот это опыт про стыд, это опыт про творчество, это опыт про, там, меня уважают, это опыт про признание, это опыт про радость, это опыт про «я плохая», там, ну что-нибудь такое. Ему надо понять, куда это положить, с чем это связано, с какой потребностью. С помощью этого мы что в жизни можем, какую задачу свою биологическую решить? И тогда, когда-то в вашей жизни, деньги, деньги появившиеся, они были категоризированы мозгом и помещены куда-то, куда-то, ну, в зависимости от входящей информации мозг это решил. Вот. Соответственно, давайте сейчас попробуем к этому подобраться, потому что, ну, у всех у нас с вами разная ситуация в отношении денег, разная, да? И когда в нашей жизни появились деньги, как понятия, как мы их осознали, что-то как-то вдоль пол, со всеми полками отдельную полку, вдоль всех полок поперек. Да нет, было бы здорово, конечно, если бы у нас с рождения была полка, выделенная под деньги. Но мозг находится в темноте, и к нему поступают только электрический импульс, и он должен все примерно для себя описать. Давайте сейчас попробуем сделать следующее с вами. Мы сначала это сделаем, а я потом дам объяснение, как это работает в жизни, и при чем тут тело. Вот. Ну, вы уже понимаете, да, что мозг умеет обращаться не с деньгами в вашей жизни. Вот из того, что я сказал, вы должны понять следующее. Делайте вывод. Внешне мозг видит и слышит слово «деньги», держит их в руках, но обращается он к той полочке, который когда-то положил туда эту тему, связанную с определенными эмоциями, с определенными самоощущениями, с определенными смыслами, потребностями, целями. Вот. И поэтому мозг-то держит там определенные, определенные штуки за деньгами. У каждого из нас они свои, поэтому и смыслы, которые мы вкладываем, цели, которые мы реализуем с деньгами, и как они у нас живут, это все очень происходит по-разному. Ну, давайте тогда сейчас я попрошу вас вновь немножко закройте глазки тогда, давайте. Давайте закрутим глазки. Сделаем вдох и выдох. И переведите внимание внутрь тела. Свои ощущения. И произнесите внутри себя просто слово «деньги». И вспомните какие-то свои ситуации, связанные с деньгами, любые, какие появятся, какие всплывут сами, там, где вы имеете отношение с деньгами, взаимодействуете, там, где это происходит. Просто вспомните. Они сами начнут приходить, вам для этого не нужно делать. И теперь, пожалуйста, найдите чувства в вашем теле, которые... Найдите центр этого ощущения в теле, чувства, ощущения, которое возникает, когда вы видите эти картинки, думаете о деньгах. Найдите это ощущение и найдите центр этого ощущения. Вы даже для себя можете описать образ этого ощущения, на что похоже, какой формы, цвета, плотности, размера, температуры. Тяжеленькая или легкая, воздушная или плотная, как камень, холодная или горячая. Пишите, если можете. И вот где-то у вас центр этого ощущения возникает, когда вы вспоминаете картинки про деньги, думаете о деньгах, думаете, может быть, о каких-то своих планах. Что пришло, то и есть. И сейчас, вот как вы есть, с закрытыми глазами, держа фокусом своего внимания, продолжая слушать мой голос, и мой голос будет помогать вам удерживать внимание на этом ощущении в теле, вы мысленно, мысленно представляете, как словно разворачиваетесь назад, смотрите вниз и видите под своими ногами линию жизни. Линию жизни, которая ведет туда, куда-то вдаль, и словно на этой линии жизни есть какие-то отметки, как будто бы года. И вы можете даже рассмотреть десятилетия, и где-то там видите самое начало, где вы были только рождены, и может быть, она светится неоном, может быть, в тишине, может быть, приятная какая-то музыка, звук вокруг. И вот сейчас держите внимание на это ощущение, которое только что мне. Я попросил вас заметить и писать. И сейчас просто начинайте с интересом идти по этой линии. Вы идете по этой линии, и даже если будут приходить какие-то ситуации, картинки, обстоятельства, разрешайте им приходить и уходить. Ваша задача – найти тот момент, тот возраст на линии жизни. Вам не нужно искать возраст, вы идете по линии жизни, и вы просто интуитивно остановитесь в той точке, где следующий шаг словно раз, и это чувство пропадает. А потом раз – шаг назад, и оно появляется. Раз – пропадает шаг, и вот в этой точке, где это заколебалось, что-то там заколеблется, что-то там произойдет, вы, пожалуйста, остановитесь и посмотрите, сколько вам там лет. Вот сейчас просто идите. Пять лет назад. Десять. Не надо думать головой, вообще ничего не анализируйте, доверяйтесь телу, пусть тело расскажет, тело само знает, тело точно помнит, у тела своя память. Если вы думаете головой, то тело записывает, как магнитофон, показания. Тело записывает показания работы органов, тканей, и это вы ощущениями ловите. Сейчас найдите. Вот где-то в вашем теле когда-то, в каком-то возрасте, знание о деньгах в такой форме когда-то появилось. И вот сейчас, кто еще не дошел к этой точке, ускорьтесь и найдите эту точку, пожалуйста. Найдите, пожалуйста, эту точку и начинайте всматриваться, что это за возраст. И пусть придет какая-то ситуация, пусть придет, это значит, вспомните что-то из этого возраста, что угодно. Неважно, правильное это или неправильное, вообще об этом не думайте, я запрещаю думать. Все, что спонтанно сейчас происходит, идите за этим. Смело идите за этим. Сейчас просто что-то вспомните, вы в каких-то обстоятельствах. Вот кто еще не вспомнил, вспоминайте, вы в каких-то обстоятельствах, и там рядом есть какие-то люди. Может быть есть, может быть нет. Может быть там что-то связано про деньги, а может быть ничто не связано про деньги, это совершенно не важно. Сейчас мы с вами, нету правильного и неправильного, нету того и не того, вы просто где-то сейчас, стойте. И теперь первый вопрос. Какая сейчас моя эмоция у меня здесь, где я оказалась, главная? Какая моя эмоция? Страх, грусть, тоска, гнев, вина, обида, отчаяние, печаль, возмущение, отвращение, обида, стыд, страх, гнев, тоска, вина, обида, отчаяние, печаль, возмущение, отвращение, гнев, стыд, апатия, беспомощность. Еще раз повторю, просто отметьте, страх, гнев, тоска, грусть, печаль, вина, обида, отчаяние, гнев, отвращение, или каким я себя сейчас ощущаю в этой ситуации. Какой или каким я себя сейчас ощущаю в этой ситуации. Какой или каким я себя ощущаю в этой ситуации. И отметьте, пожалуйста, И какая ключевая потребность сейчас у меня в этой ситуации? Чего я больше всего хочу? Одним словом, потребность – это вот как по пирамиде Маслова. Либо это потребность безопасности, либо это потребность еде, либо это потребность признания, либо это потребность безопасности границ, либо это потребность любви, либо это потребность уважения, либо это потребность принятия. Либо вот не какие-то абстрактные потребности, а попробуйте вспомнить пирамиду масла, где там в самом основании потребности дышать, жить, секс, потом дальше идут потребности безопасности, защиты, потом идут потребности развития, потребности социального принятия, потребности самоутверждения. Вот все вот эти потребности, потребность дружбы, потребность радости, потребность безопасности, потребность уважения, потребность любви, счастья, потребность, может быть, какого-то признания и так далее, и так далее. Вот определите, какая потребность сейчас в этой ситуации у вас самое главное.